Это тост за мою любовь к Кате, Арианне и Лане. Следующий обеденный тик... Следующий обеденный... Я женат на славянке уже 20 лет. Было много того, что шокировало меня в украинской, русской и белорусской культуре. Их безумные суеверия. Например, если вы что-то забыли дома, то нельзя возвращаться. Плохая примета. Если нужно вернуться, то обязательно посмотрите в зеркало и улыбнитесь. Другой пример. Если у вас гости, то нужно дать по одной бутылке водки каждому. Они пьют это и даже не беспокоятся. Однако есть и то, что мне нравится. Русские тосты. В семье моей жены всегда говорят тосты, и у них это хорошо получается. Они говорят вещи, которые имеют смысл. За столом не будет ни одного равнодушного к их тостам. Если бы вы произносили тост прямо сейчас, что бы вы сказали? Как привлечь всеобщее внимание? Выпьем за мою дочь Катю. Удивительную девочку. За мою прекрасную Ариану. И за Лану. Что еще сказать? Правила произнесения тоста просты. Во-первых, убедитесь, что у всех есть напиток. Не обязательно алкогольный. Далее, если вы хотите произнести тост перед хозяином, обязательно спросите у него разрешения. Если все сидят за столом, идите вперед и встаньте, подняв свой напиток. Если другие люди разговаривают и не замечают вас, вы можете сказать, я хотел бы произнести тост и повысить голос. Некоторые советуют стучать по стеклу, но я не рекомендую так делать. Вы хотите привлечь всеобщее внимание и дать понять, что вы собираетесь делать, а теперь, в этот момент, вы произносите свой тост. Что сказать? Это зависит от обстоятельств. Особый ли это случай для вас, или это чья-то годовщина, день рождения. По какому случаю вы собрались? Это самый простой способ произнести тост. Если вы весельчак, практикующий делать тосты, попробуйте добавить немного юмора. Это тост системы экстренного вещания. Но лучше всего просто быть кратким и искренним. Следующая привычка обеденного этикета – это пожелание приятного аппетита. Вы можете сказать это, когда обслуживаете кого-то, или едите с семьей, партнером или группой. Все, что вы хотите сделать, это начать есть и дать всем знать. Приятного аппетита, давайте начнем. Даже еда кажется вкуснее, когда вы знаете, что кто-то пожелал вам, чтобы вы наслаждались едой. Мы так делаем в нашей семье. Следующее правило обеденного этикета – выдвиньте стул. И не только для женщин. Выдвигайте стул для любого, кто к вам подходит и собирается присоединиться. Покажи этому парню, что ты рад его обществу и ценишь его. Этот жест показывает, что вы хотите, чтобы этот человек присоединился. Он не навязывается вам. Исторически так сложилось, что мужчины делали так для женщин. Когда женщина подходила к столу, мужчины вставали. Я не говорю делать это именно так, потому что это немного старомодно и странно, когда вы собираетесь большой компанией. Не бойтесь взять и выдвинуть этот стол для кого угодно. Возможно, пожилому человеку понадобится ваша помощь. Мне нравится в этом моменте то, что вы заботитесь о других и ставите их выше себя. Это показывает, что вы учитываете их интересы. Следующее правило современного этикета – не кладите телефон на стол. Есть исследование, в котором говорилось о том, что даже стакан воды между двумя людьми создает некоторую дистанцию. Сделайте так, чтобы между вами на столе не было ничего жужжащего, особенно телефона. Знаете почему? Вы зависимы от телефона, как и большинство людей. Вы кладете его на стол, чтобы не пропустить звонок. Вы здесь наслаждаться отличной едой. Это может быть обычная семейная трапеза. Разве не для этого вы работаете? Разве это не важно? Это партнер, с которым вы уже вместе много лет. Может, стоит выключить телефон и уделить ей все свое внимание? Проводите время с людьми, потому что они уйдут, и вы уйдете. Время проходит так быстро. Когда дело доходит до еды, то помните, что вы наслаждаетесь ею вместе. Так что выключите и уберите телефон со стола. Итак, джентльмены, сегодня мы говорим об этикете за столом, но вы знаете, что такое этикет на YouTube? Чтобы знать больше, нажмите кнопку «Нравится». Алгоритм сообщит YouTube, что вам нравится это видео, больше мужчин найдут его и начнут вести себя как джентльмены. Если я упустил какое-то правило этикета, которым вы хотели бы поделиться, дайте мне знать в комментариях ниже. Я читаю их и многому учусь у вас. Дайте мне знать, если вам есть что добавить. Следующая небольшая заметка – позаботьтесь о том, чтобы вас сфотографировали на вечеринке. Хотите ли вы сделать это некой традицией? Это хорошая идея, если вы захотите создать одно из этих вирусных видео с временными промежутками. Или если вы встречаетесь с людьми, которых давно не видели, мы всегда забывали сфотографироваться. Ничего страшного не произошло, но фотографии – это запечатление момента. Я знаю, что сам себе противоречит, так как ранее сказал выключить и убрать телефон. Но ради этого можно достать. Попросите официанта сделать снимок. Всегда выбирайте молодых, потому что они очень здорово фотографируют. Суть этого места в том, что вы хотите запечатлеть моменты, когда вся семья будет в сборе. Ты не видел их целый год и не знаешь, что ждет тебя в будущем. Если вы сфотографируетесь, то это, возможно, станет одним из дорогих вам воспоминаний. На случай, если что-то случится с родственниками. Будь тем вдумчивым человеком, который запечатлел те моменты, которыми люди дорожат. Следующее правило – будьте внимательным гостем. Если вас с супругой пригласили в гости к другу, и вы знаете, что его жена готовит ужин, то заранее спросите, что нравится его жене. Какие у нее любимые цветы? Надеюсь, он это знает. Если нет, просто возьмите небольшой букет цветов и подарите их ей. Вы окажете знак внимания и сделаете приятное. И да, не приезжайте слишком рано. Приезжайте вовремя. Подарите жене цветы непринужденно, она возьмет их и поставит в вазу. Если вы знаете, что хозяева любят вино, то захватите бутылочку. Однако старайтесь не приносить еду, если вас об этом не просили. Я бывал в подобных местах что-то вроде вечеринки, где каждый что-то приносит. Постарайтесь не появляться с пустыми руками, особенно если вы идете в дом в первый раз. Я нахожу это действительно важным именно в славянской культуре. Вы всегда что-то приносите. Подумайте об этом, но только не переусердствуйте с этим. Не переборщите. Подарите что-нибудь маленькое и необязательно к столу. Можно подарить что-то для дома, демонстрируя свое внимание. Мужчины тоже оценят такое внимание, если вы принесете упаковку из шести банок пива или какую-то крутую вещь. Главное, не появляться с пустыми руками. Следующее правило обеденного этикета – благодарность за прием. Если вы пошли ужинать и твой приятель заплатил за это, получается он и его жена накрыли ужин для всех вас шестерых. Угадайте что? Вам нужно поблагодарить не только его, но и ее. У меня есть друг и его жена часто сердятся, когда не получает благодарность. Как будто за все платит только он, но ведь она тоже заплатила за еду. Там есть и ее доля. Может показаться, что это мелочь, но нет. Женщинами часто пренебрегают и забывают в таких ситуациях. Если вы думаете, что муж передаст ей от вас благодарность, то не всегда так бывает. Вы можете отправить сообщение и поблагодарить обоих, но это немного старомодно. Можете сделать быстрый телефонный звонок. Но главное – поблагодарите всех, кто позаботился о вас во время еды.